Подписывайся на канал... Короче, тут Алекс Соков, как типичный, как типичный этот, блядь, старпёр ебаный, некропостит нам. Некропостит ролики 2017 года. 10 самых дорогих вещей в мире. Подписывайся на канал «Зрыв мозга» и выигрывай «Галакси» с... Га-галакси! Галакси, галакси, да. «Зрыв мозга» и выигрывай «Галакси» с... ГАЛАКСИ! ГАЛАКСИ! 8. Подробности в описании. С вами «Зрыв мозга» и это 10. Выигрывай «Галакси», «Галакси» с 8, да. ...дорогих вещей, которые доказывают, что красиво жить не запретишь. Пиво «Антарктик Нейль Эль». Стоимость 1815 долларов. Это самое дорогое пиво в мире. За бутылку? ...бутылка, которого стоит целых 1815 долларов. Для его производства используется вода антарктических ледников. Это означает самую чистую и древнюю воду в мире. Именно... Ебать, блядь, Настя, пиздом. Короче, охуеть, там тебе намешают... ...намешают в это пиво, блядь, антарктических льдов. Выпьешь, блядь, и пизда. Заболел там... ...рака... ...этим, как его? ...рака туберкулеза... ...туберкулеза... ...чё ещё придумать? ...рака туберкулеза гриппом. Заболел, блядь, от которого ни лекарства вообще, никто ничего не ебёт, что происходит, блядь. У тебя там четвёртая нога вырастает и 72-е ухо на залупе. И ты, пиздец, как всё охуенно слышишь, но не знаешь, что с этим делать. Супер, блядь, супер. Забязать ещё 1800 долларов заплатить, блядь, нормально. Эти два факта определяют такую высокую цену. Вкус продукта основан на традиционном рецепте многократно награждённого пива Nail Ale, флагманского продукта пивоварни Australia Nair Brewing Company. Всего было произведено только 30 пронумерованных и сертифицированных бутылок Antarctic Nail Ale. Весь доход от их продажи был направлен фонду C-Shephard, занимающейся охраной китов. Золотой айфон с бриллиантом. Это не просто айфон 6, а вип-смартфон. Вип-смартфон для цыган, у которых нет вкуса. Просто цыганский смартфон. Крытый жёлтым или платиной. Всё надо делать своими руками. Инкрустированный бриллиантом. Его стоимость оценивается в 48 миллионов долларов. 48 миллионов долларов? Тут без комментариев. Это вообще пиздец. А когда новый выходит, чё делать? А когда новый выходит, чё делать? Фу, мой уже не в цене, блядь. Типа у, лагает, блядь. У, лагает, блядь. Что за пиздец, типа, блядь. Я не понимаю. Три. Кровать, украшенная золотом и драгоценными камнями. Эта роскошная кровать от стюарта Хьюжеса стоит ни много, ни мало 6,3 миллионов долларов. Каркас кровати сделан из... А чё это как-то топ странно расположен? 48 долларов было в предыдущем, а здесь уже 6,3. Лучших сортов ясеня, каштанового и вишнёвого. Ломбард сдаёт и покупает новый. Какой ломбард тебе заплатит за него? Ты можешь его продать и купить себе весь ломбард, блядь. Украшено всё это великолепие 107 килограммами 24-каратного золота, а также алмазами, бриллиантами и сапфирами. Ебать какое говно, а не кровать. Спится в ней наверняка по-королевски. Наверняка спится в ней, кстати говоря, хуёво. Презервативы Луи Виттон. Такая роскошь стоит 68 долларов. На сегодняшний день это самый дорогой в мире презерватив. Причём производит его вовсе не знаменитый бренд, а один предприимчивый дизайнер грузин Иракли Кизирия. Я вау, блядь. Здорово, здорово, ребят. Ну, найс на долбоёбах. Найс на долбоёбах нажимается. Хороший, блядь. Одобряю, одобряю. Одобряю за смекалочку. Плюс за смекалочку, блядь. Плюс за смекалочку. Иракли и говаргидзе. Красава, блядь. Лайк. Золотой велосипед. Велосипед, который полностью покрыт 24-каратным золотом. Стоит всего лишь 400 тысяч долларов. Кстати, седло обтянуто мягкой замшей, а сам велосипед украшен бриллиантами. Оставлять такую вещь во дворе плохая идея. Вот если у меня такой велосипед спиздили бы в общем тамбуре, вот я охуел бы. Если у вас есть очень хороший замок на воротах. Зонт из крокодилей и кожи. Самый дорогой зонт из кожи крокодила обойдётся вам в 5 тысяч долларов. Производит такую прелесть молодая модная марка Billionaire Couture. Основанный итальянским миллионером Флавио Беаторе и дизайнером Анжело Галласо. Номер 7. Чемодан с электрическими колёсами. Пять с электр... Ну, кстати, это может быть полезно. Этот милый чемоданчик стоит 20 тысяч долларов. Он сделан из самых разных экзотических материалов. Конского волоса, чёрного дерева, магния, алюминия, титана, углеродистого волокна, парусины и разных видов кожи. К тому же в колёса чемодана встроены электромоторы. Чтобы их включить, нужно наклонить чемодан и потянуть за ручку. Багаж поедет туда, куда наклонена ручка. Ага, когда тебе нужно будет поднять багаж со всеми вещами, там ты ещё будешь дополнительно поднимать ёбаный электромотор. Ну, там, где он проехать не может. Самый дорогой в мире бургер. Стоит 5 тысяч долларов. Попробовать его можно в Лас-Вегасе, США. Вот мы и добрались до самого... Он из трюфеля, что ли? ...самого дорогого бургера в мире. Вы готовы отдать 5 тысяч долларов за бутерброд? Как это неудивительно, но желающих хватает. Создатель этого блюда сумел соединить в своём творении самые дорогие продукты в мире. Мраморную говядину Кобе, фуа-гру, булку с чёрными труфелями, соус из труфелей, картофель фри, бутылку Шате Петра... Самые дорогими, блядь, картофель фри, блядь, недоступная роскошь для обычных селян. Урожая... ...1990 года с фужером Ичендорф Брунелло, который, кстати, можно оставить себе. Пиши свой крутой комментарий, и, возможно, именно ты попадёшь в следующий выпуск «Взрыва мозга». А вот лучшие комментарии в ресторане «Голден Гейтс» в Нью-Йорке. Помимо обычных ингредиентов, в их состав входит железо... Голубые пельмени, чё! ...вяза глубоководной рыбы факела, за счёт которой пельмени окрашены в синий-зелёный цвет. Говорят, вкус у них бесподобный, за что посетители ресторана и выкладывают кругленькую сумму. 2400 долларов стоит 8 пельменей, а за 16 нужно отдать 4400 долларов. Вот вы знаете, всякие вот эти вот дорогие крутые штучки, о которых говорят, что там вкус фантастический, как правило, оказываются абсолютно посредственной хуйнёй, с абсолютно обычным вкусом, либо того хуже оригинального, ну, хуже обычных, например, пельменей. Мне кажется, что никакого пиздатого вкуса там вообще и нет. Учитывая, что тесто, да, вот, ну, как-то окрашивается, что там будет обычный... То есть полная хуйня, точно не на 4 тысячи долларов. То мы белорусы вообще клондайк какой-то, да? Самые дорогие в мире шахматы. Чарльз Холландер, 600 тысяч долларов. Шахматные фигурки из набора Чарльз Холландер украшают чёрные и белые бриллианты общим весом в 320 карат. Компания Чарльз Холландер выпустила всего 7 таких наборов, а затем едва не побила собственный рекорд, создав шахматный набор в стоимостью 9,8 миллионов долларов. Делай репост этого выпуска ВКонтакте и выиграй... И попробуй выиграть один из этих наборов, блядь. Честный розыгрыш у нас в группе ВКонтакте. Так, ладно, ну, такой себе на самом деле... Кажется, будто вна... Такой, такой себе на самом деле топ. Продолжение следует...